Сегодня у нас первый гость Сергей Тележенко начинает наш прямой эфир. Сереж, доброе утро. Доброе утро. Оно действительно раннее, совсем доброе. Институт археологии Национальной Академии Наук представляет Сергей. Сергей, ну если позволите немножко то, о чем мы говорили за кадром, что Сергей на самом деле жил в Луганске, а работал в Крымском институте археологии. Филиале института археологии. Да, филиале археологии. Ну вот так случилось, что отовсюду, и из Луганска уехали, и Крым аннексирован. Вот как-то у вас двойная потеря получилась. Ну расскажите, пожалуйста, вот главная же тема какая? Мы так мало говорим, обычно говорим о людских потерях, о собственности, так мало говорим о защите культурных ценностей, потому что кажется, что это как бы вторично. Ну давайте расскажите вы как археолог, что думаете? Мне так кажется, что тема, которую подобрала Хельсинская группа по защите прав человека, по-моему так называется, она очень корректная, потому что в принципе это понятие довольно объемное, права человека, они включают не только гуманитарную сферу, получение каких-то пищи, там, я не знаю, образования и так далее, но и получение информации, связанной с культурным наследием. Вот поэтому я считаю, что эта тема очень верно подобрана, вот. И что касается территории, которая на данный момент является под оккупацией, или в районе проведения боевых действий, то там действительно ситуация довольно катастрофическая, да и не только возле зоны проведения боевых действий. Ну давайте начнем. С чего бы вы хотели начать? С зоны боевых действий или вот с Крыма, о чем вы говорите? С Крыма можно начать только то, что в принципе на сайте Министерства культуры Российской Федерации можно получить информацию о том, кто получал лицензии на проведение раскопок на территории Крымского полуострова в данный момент. То есть сейчас там ведет раскопки Россия? Ну да, Россия, ну местные специалисты, часть осталась, конечно же, и они активно участвуют в проведении археологических исследований. К ним, как говорится, вопросов практически нет, потому что у них так сложилась ситуация. А вопросов больше к представителям российских уже территорий, которые получают эти лицензии, открытые листы, и едут туда исследовать. Неизвестно, какие цели потом преследуются, то есть вывезти этот материал, либо оставить на территории Крыма. Ну и вообще это по международным различным конвенциям, это как бы не совсем правильно. Ну а вот в зоне боевых действий, то вообще, я так понимаю, совсем критично. И Крым-то непонятно, что там происходит, по большому счету. Ну более-менее понятно, все-таки Россия, государство, все-таки, понимаете, и какие-то элементарные нормы законов там все-таки есть, но не только элементарные. Ну я думаю, там проводится на более-менее нормальном уровне, кроме аварийных, так называемых, раскопок, когда, например, прокладывается трубопровод, нефтепровод, газопровод, и нужно выкопать ту или иную территорию, ну ту или иную площадь поселения или какой-то стоянки в достаточно сжатые сроки. Вот тогда речь идет, конечно, о том, что это практически потерянный памятник, объект. А что касается территории Луганской и Донецкой области, то там ситуация не только в районах приближенных к зоне боевых действий, там не только там катастрофическая ситуация. По всей территории этих областей ситуация катастрофическая. Что такое, что вкладываете вы в понятие катастрофическое? Катастрофическое, смотрите, сейчас, ну ладно, начнем мы с зоны, приближенные к боевым действиям. Во время проведения активной фазы боевых действий обе стороны совершали укрепления, рыли окопы на высотках, где располагается основная масса курганов, укрепительные свои конструкции делали. И, естественно, часть археологических объектов, поселения, курганы, они пострадали. Не только в результате проведения земляных работ, но и в результате перестрелок, скажем. При попадании снаряда образуется на поверхности поселения воронка, нарушается культурный слой. Но это не самое катастрофическое, катастрофическое более, когда окопы роются. Вот тогда, конечно же, поселение страдает. Что касается вообще территории этих областей, на данный момент там практически не действуют органы охраны культурного наследия. Даже на украинской территории? Да, да, да. Они практически не действуют. То есть мы не имеем сведений о том, кто отводит землю в данный момент, какие работы производятся на землях, что вообще происходит. Ни одна экспедиция украинская там не работает, понимаете, в данный момент. Может, это хорошо? Возможно, но землю-то распоевывают, землю-то раздают, все равно люди пользуются. А, подождите, это интересно. То есть получается, что землю людям раздают, и этой землям могут содержаться пласты, где лежат на самом деле какие-то культурные ценности. Да, они, скорее всего, там и есть во многих местах, но некому проверить, так сказать. То есть эта работа на данный момент застопорилась. И самое главное, что у нас нет сведений, вообще у государства под названием Украины нет в полной мере информации о том, что Украина имеет в археологическом смысле, какие памятники археологии, стоянки, поселения и так далее. То есть нет такого, допустим, Белокуракинский район, столько-то поселений, вот их GPS-привязки, вот место расположения и так далее, курганы, столько-то. Этого абсолютно нет. Как такое могло случиться? Послушайте, но даже, ну хорошо, советское время, там же тоже занимались этим, потом время независимости, да, Украины. Что, вообще никто этим вопросом не занимался? Почему? Занимались в советское время и в первые годы независимости занимались, это называется процедура, паспортизация. Вот, но дальше же идет проблема, так сказать, вынесения этих вот паспортов, данных этих памятников на сессии городских, там областных сессий и там уже должны утвердить, а будет ли это охраняться. То есть местные органы власти, районные, областные, сельские советы, они намеренно как бы стопорили это дело. Почему намеренно? Ну, потому что в случае, если вдруг какой-нибудь тракторист Иван распахает курган, то к нему будут применены своего рода санкции штрафные. В этом никто не заинтересован. Поэтому эта ситуация педалировалась и на данный момент, если посмотреть на сайте Министерства культуры Украины, то на территории Луганской области объектов археологии нерухомых, ну, не больше 30. А вы как археолог думаете, сколько? Больше? Да несколько тысяч, конечно, десятки тысяч точно. Поселений, курганы, стоянки, многие из них до сих пор не выявлены, потому что не всюду нога археолога прошла. Ну, а вот это хороший, так сказать, повод для работы, но в данный момент там это практически невозможно. То есть, на самом деле, вот и Донецк, и Луганская область цены по каким-то залеганию каких-то культурных ценностей, пластов с этими культурными ценностями? Да, абсолютно. То, что для нас это, на самом деле, для многих это открытие. Расскажите немного. Да, вся территория Украины, она страшно интересна. Если взять, например, Луганскую область, так это территория, которая расположена в такой контактной зоне между Востоком, скажем, и Западом, и Югом, и Севером, ну, как и всякая другая территория. Ну, там, если говорить конкретно о теме, которая меня интересует, то, вот, неолит, например, то процесс неолитизации мог начинаться, вот, как раз истоки его могли идти со стороны юга, вот, с территории Северо-Восточного Преазовья, либо же со стороны Закавказья, или же Среднеазиатского региона. Вот, то есть, это проблема, которая, вот, на данный момент очень актуальна, ее надо рассматривать, изучать и так далее, ну, это, естественно, застопорилось сейчас это дело. То же самое и в средневековой археологии, там, масса интересного, масса интересного. То есть, эти территории пока что, вот, в таком непонятном статусе находятся. Ну, может, и хорошо, потому что, если мы не выкопали ничего ценного, может, и Россия тогда ничего ценного не выкопает, как вы думаете? В данный момент мы говорим про нашу территорию. Россия, понятно, она ничего не будет выкапывать, там им не до этого, они разве что окопы нароют. Вот, никто сейчас археологических исследований там на тех территориях не проводит. Что касается нашей территории, то там надо, вот, проводить, так называемую, инвентаризацию. То есть, пройтись по всем известным до настоящего времени объектам археологии, проверить их наличие или отсутствие, установить их координаты, примерно площадь еще раз, вот, может быть, собрать какой-то подъемный материал, если таковый имеется, вот, и подать это все, информацию как-то объединить, я не знаю, как, и подать в Министерство культуры, пусть будет. Скажите, пожалуйста, что мешает это сделать сейчас? Отсутствие традиционное, отсутствие денег или что-то? Конечно, отсутствие финансирования, отсутствие в данное настоящее время специалистов на тех территориях. То есть, среди исследователей, которые я знаю, которые остались на тех территориях, но... На оккупированных объектах? Нет, на нашей территории. По-моему, только Юрий Михайлович Бровендер остался, вот, это исследователь, который занимается проблемой древней металлургии бронзового века. Вот он один-единственный остался на территории свободной, то есть, украинской Луганской области, на территории оккупированной Луганщины Красильников Константин Иванович, Санжаров Сергей Николаевич, вот, два человека осталось. Все остальные выехали. Ну, вот они там остались, и что они? Они прекратили всякую деятельность? Ну, конечно, ну, сидят, возможно, сидят обрабатывать то, что ранее накопали, возможно, ничего не делают, преподают. Что им еще делать? Практически ничего не делают. Ну, и скажите, пожалуйста, вот, в принципе-то, по всей Украине, если говорить не только вот о Донбассе, о Крыме, вообще по всей Украине, вот, существует такая паспортизация? Или это вообще проблема для всей Украины? Как бы паспортизация сделали сто лет назад ее, а сейчас она вся эта, уже устарели эти данные, или что? Или они актуальны? Вы знаете, я в последнее время побывал, вот, почти что два года я прожил на территории Волынской области, недавно я побывал в Херсонской области. Вот, на территории Волыни этот процесс, насколько я понимаю, застопорился. То есть, там, конечно, выявляют новые объекты археологии, их раскапывают довольно успешно. Все такое, но данный процесс, по-моему, приостановился. Что касается Херсонской области, то там гораздо более активно ведется данная работа. Вот, я познакомился с представителями охранных организаций, вот, которые, по-моему, базируются на территории музея Крымического областного. Территория эта богата античными памятниками, памятниками Каменного века и так далее. И там достаточно бурно ведется данная работа. Вот, потому что происходит процесс отвода земель активно. Вот, в районе Севашей строится энергия ветряки, так звание. Вот, и... Которые, по большому счету, разрушают же, да, условия ветря. Ну, они просто располагаются в тех местах, где скапливаются, где наблюдаются скопления поселений и курганов. Вот, поэтому в тех районах, в южных областях, как-то более-менее этот процесс оптимистичный, скажем так, выглядит. То есть, то, что вы сейчас говорите, если по-простому перефразировать, то прежде чем вот землю продавать, нужно понять, что продаем. Потому что можем продать вместе там с культурными ценностями там, я не знаю, какого века. Да, зачастую именно так и происходит. Чаще всего так и бывает. И потом вот археологам приходится в краткие сроки исследовать то, что уже продано и как бы уже государство не принадлежит. Ну, идут договорные какие-то отношения с владельцем земли, чтобы он разрешил вот достать то, что принадлежит как бы государству. Ну, государство уже не имеет к этому отношения. Вот. Самая большая сейчас проблема вот на территориях, которые принадлежат Украине, на территории Донецкой и Луганской областей, это всплеск так называемой черной археологии или вот этих копателей. Вот. Их появилось сейчас очень большое количество. На оккупированных территориях или на наших? На наших территориях. На оккупированных, скорее всего, их просто как мародеров либо расстреляют, либо еще что-то. Здесь же на наших территориях они потеряли страх и разрушают массу археологических объектов, поселений в основном и курганы. Ну, то есть, выглядят люди это примерно вот в камуфляжах, с металлодетекторами. Место населения, естественно, не осведомлено, не знают, вдруг это идет процесс разминирования и так далее. То есть, вот они занимаются буквально мародерством, грабежом. И вот на сайтах археологических, не археологических, а вот коллекционных этих, часто появляется информация о продаже тех или иных вещей, вот с памятником, которые они грабят, по сути. Был недавно в Краматорске тоже, в музее, в музее города Краматорска, у них есть отделение зал палеонтологии. В этом зале все прекрасно, куча палеонтологии, даже есть археология. Но одно меня смущает, палеонтология, по словам заведующая этого зала, она добывается на территории всей Украины. То есть, приезжают бригады, там, в Сумскую область, в Киевскую, в какую угодно, и выкапывают мамонта, выкапывают там, разрушают культурный слой какой-то стоянки. Дальше эти кости перевозятся вот туда, в Краматорск, и они уже делают свою экспозицию. То же самое касается и археологии. По словам заведующего этого зала, не помню уже имя и фамилию, он сказал, что у меня на территории Донецкой области работают четыре бригады, которые ездят, добывают то, что нужно для музея. Да, мой вопрос, а нельзя ли просто пригласить археологов, которые будут на законных основаниях проводить ту же самую работу, это еще и с отчетами, и квалифицированно. Я получил ответ, у нас разные взгляды на это, и все. То есть там вот уже народ потерял чувство страха, и делается, то есть там происходит, что попало. Ну, означает ли это, что на это можно зарабатывать по-настоящему неплохие, а может быть даже очень хорошие деньги? Ну, судя по аукционам, интернет-аукционам, я... Вот, я не могу сказать, сколько чего стоит. Ну, не дешево, по крайней мере, да? Ну, не 10 гривен точно. То есть получается, что сейчас на украинской территории, где, собственно говоря, украинское законодательство работает, где, по большому счету, все хорошо, вот просто процветает черная археология. Вот она процветает именно вот в этом, при фронтовозе? Нет, нет, нет. Или вообще по Украине такой праздник такой? Конечно же, по всей Украине, тут не о чем говорить. Это вот по всей Украине это очень распространенное явление. Но вот поскольку там, как бы, территория, где достаточно сложные взаимоотношения между органами власти и населением в данный момент, то есть там, ну, там, можно сказать, практически порядок есть, но номинально, можно сказать, то там вот, как бы, эти процессы имеют более такой, приобрели такой, более угрожающий характер. Ну, честно говоря, Волынь не меньше. Вот в прошлом году мы проводили исследование, позапрошлым году мы даже подавали в прокуратуру, ловили на горячем этих черных археологов, или копателей лучше, а не археологов. Сдавали их куда надо, но все равно, поскольку закон плохо прописан, их немножко трепали им нервы, потом, в результате, отпускали. То есть, по большому счету, копаешь, ничего страшного, выкопал. Ну, да. А как, вот, какое-то наказание есть для них? Ну, понимаете, у нас по законодательству, в принципе, не запрещено копать, как бы, да, просто. А они могут просто сказать, что мы не знали, что здесь находятся памятники археологии. Более того, многие поселения-стоянки, они не имеют же никакого статуса, потому что, как я уже говорил раньше, процесс их утверждения на сессиях, вот, там, районных рад или областных рад отдали уже Министерство культуры, которое должно уже, в принципе, подтвердить, что, да, есть такое поселение. Это очень длительный процесс, иногда затягивается на несколько лет. То есть, если бы это не было такой бюрократии, то археологи, что бы они делали? Они просто бы подавали информацию, эту информацию, там, приводили в какой-то надлежащий порядок, в тече, в очень сжатые сроки, и все. Вот. И так было бы хорошо. А поскольку этот процесс затягивается, то у этих копателей есть шанс, можно сказать, отмазаться от ответственности. То есть, они скажут, ну, тут же знаки не стоят никакие, но мы не знали. Картошку сажали, например. Да, и нигде таблички не стоят, ничего, пожалуйста. И мы даже, мы смотрим документы, по документам нет тут никакого объекта, потому что областной совет не утвердил. Ну, вот и все. Послушайте, то есть, перефразировать то, что вы сказали, то тогда местным органам власти на самом деле выгодно не признавать вот эти вот курганы и другие там залегающие, да, ценности, потому что земля-то, собственно, продал ее и хорошо там на ней заработал, условно. Да, а на этих курганах, ну, что, охранять их только и все. Речь не только о курганах, но на той же Волыне или там на Донбассе, но поселения великолепные, масса, их просто очень большое количество. И вы знаете, где они находятся? Ну, конечно. Даже в результате проведения сельскохозяйственных работ они не соблюдают нормы вот этой, там, глубины вспашки, например, вот как на Волыне. Вместо того, чтобы копать поперек склона, они копают вдоль склона. И весь культурный слой, то есть все отложения, связанные с археологией, они смываются просто вниз в долины речек. Все. На поверхность, они мало того, что наносят урон культурному наследию, они наносят вред, в принципе, местной земле, скажем. Потому что все плодородные слои, они смываются вниз в долины речек, засоряются речки. Ну, вот тут такая проблема богатогранная. А глубоко залегают на самом деле, вот в большинстве, на Донбассе, вот эти вот, я не знаю, поселения, там, курганы находятся, ценности, глубоко залегают, нет? Ну, от 20 сантиметров. Ну, это совсем на поверхности, это просто штыковая лопата. Да, да. То есть можно действительно копать. Ну, а вы мне скажите, пожалуйста, Сергей, вот как археолог, как человек, разбирающийся в этом, ну, как такое может случиться, что, по большому счету, это же национальное достояние. Вот в какой момент так произошло, что мы вдруг решили, что ну и не надо нам вот все это дело. Вот так, как вы рассказываете, остается впечатление, что государству, по большому счету, это не надо. Нет никакого контроля, получается, за вот этими местными, там, руководителями, да, которые, по большому счету, наплевать, там, да. Может быть, кто-то не в корыстных, может быть, просто по незнанию. Ну, почему этого нет, какой-то, я не знаю, вот институт археологии, почему не выступает активно, почему на Министерство культуры, в конце концов, там, извините, не наезжает. Как могло такое случиться? Ну, у института археологии, понимаете, функция какая, научно-исследовательская, институт археологии по закону не обязан защищать памятники археологии объекта. То есть, то, что мы делаем, можно сказать, это даже противозаконно. То есть, если мы гоняем там этих... То, что защищаете. Да, то, что защищаем, если, например, о спину этого черного копателя, сломаем его детектор, это нарушение закона, понимаете, даже отобрать мы не имеем права. Вот этим должны заниматься как раз органы внутренних дел. Ну, они, как правило, мало знакомы с данной темой, им это неинтересно. Вот и закон прописан так, что, в принципе, практически невозможно прилечь. Вот буквально недавно интервью Евелины Кравченко, я не помню, в каком издании было, журналист задал вопрос, сколько же человек, черных этих копателей, было прилечено за все эти годы к ответственности уголовной. Она называла цифру два, два случая только. Вот, это в Черниговской области еще где-то. Что касается Министерства культуры, конечно же, он знает об этой проблеме. Ну, вот позиция государственных органов власти очень странная, понимаете. Я, честно говоря, у меня очень такие пессимистические взгляды на территории эти. Донецкой, Луганской области. Почему? Ну, как-то, понимаете, мне кажется, там не совсем правильно проводится процесс установления или как-то внедрения власти или, я не знаю, порядка какого-то на территории. Ну, даже вот взять сферу науки, образования, культуры. Ну, давайте науки возьмем. Какие последние научные достижения, вот, нам известны вот с тех территорий? Вот, экспедиции, например, археологические есть? Нет. Этнографические экспедиции есть? Нет. Музей работает. Я не буду говорить про Донецкий музей. Там в данный момент проводится сейчас Донецкий областной краеведческий музей. Его перерегистрировали на территории Украины. И там пока процесс вот идет. То есть он сейчас зарегистрирован на территории? Да, он зарегистрирован. Там пока что процесс, конкурс, вакансии идет. Вот, где на посаду директора краеведческого музея. Подождите, а как он, я не понимаю, как он может быть директором? Он же там не находится. Музей находится там, все экспонаты там. Это более, больше такой политический вопрос, понимаете. То есть нужно Украине показать, что у нас есть этот музей. Сотрудники, которые имеют возможность, может выехать и начать работу на территории уже Украины. Что касается Луганской области, музей этот был открыт. Но работы там практически не ведется. То есть вот я посмотрел по Луганской области, я мониторю эту ситуацию всегда. Для меня это очень больная тема. Вот я смотрю управление культурой, что делать. Это же Шароварщина. Управление культурой так называемых вот этих... Наших, наших территорий. А, украинских? Конечно. А, я что, мол, вы про... Нет, про наши территории говорю. А, ну что? Вот, ну это фактически Шароварщина, понимаете. Ну что такое Шароварщина, расскажите. Ну, показывает, понимаете, деятельность музея в чем заключается. Ну, в том, что празднуют какие-то урочистости святые какие-то или какие-то даты. Чернобыль, там, Вторая мировая война, начало и так далее и тому подобное. Никакой активной поисковой деятельности или научной деятельности там не ведется. Что касается вот органов культуры, вот, областных. Ну, то же самое. Понимаете, одно и то же самое. И идут какие-то фестивали, какие-то конкурсы, диты в Шароварах, в вышиванках. Ну, это же не то. Это просто такая, понимаете, ширма, которая прикрывает все проблемы, которые на самом деле там существуют. Ну, то есть, то, что было раньше на территории Луганской области, выходы в какие-нибудь дядька, погладят дитыну вышиванца по голове, вот, это показывает свое украинство и показывает свою работу. Ну, так же не делается работа. И вот, что касается науки, то там ситуация очень катастрофическая, я бы сказал. Что касается образования, ну, не знаю, вот, перевели Луганский национальный университет в город Стробейск. Там они воюют за общежитие, вот, почему бы и не построить это общежитие новое для студентов, которые переехали с оккупированных территорий. Ну, ответ же вы знаете, у всех одинаковый. Ничего нового, я думаю, я вам не открою, если скажу, денег нет. Ну, вот скажите, пожалуйста, а вообще у нас на Украине вот еще на археологов-то учатся или уже забросили? Почему нет? Конечно, вот, по-моему, я боюсь сказать неправду. Ну, вот, только в Киеве археологов готовят два вуза. Киев-Могилянская академия и университет имени Тараса Шевченко. Вот. В Одессе, по-моему, точно есть археологическая камфера. Вот, археологов готовят. И во Львове. А больше я не знаю, может, в Харькове. Вот вы, представьте себе, вы говорите, вон, насколько археологов каждый год выпускается. Да нет, их очень мало, на самом деле. Судя по открытым листам, то есть по лицензиям на пройдение исследований, там не так уж и много специалистов. Ну, не больше 300 с чем-то. Скажите, пожалуйста, почему... На всю Украину, кстати. 300 с чем-то человек. Каждый год выходит? Ну, вообще, общее количество исследователей не превышает, опять же, боюсь ошибиться, не превышает 350 на всю Украину. Скажите, а почему нельзя, например, централизованно сделать управление вот этой паспортизацией, я не знаю, идентификацией этих мест? Почему нельзя, чтобы в Киеве какой-то институт, департамент, я не знаю что, чтобы не местные органы занимались, о которых вы сказали, что они не заинтересованы, а, например, в Киеве говорили, вот это ценное, 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 вот нельзя, и все остальное делите, ребята. Нет, ну, в Киеве есть такой орган, вот, там, Товариство охраны «Помяток», Прекрасный. Вот, который, да, разрабатывает методические рекомендации и так далее, вот, руководит им как раз Олена Миколаевна Титова. Все это хорошо, но у нас же идет процесс децентрализации, все равно столько киевля не наберешь, чтобы они работали по всем областям, понимаете. Нужно давать работу и местным кадрам. Не, ну, то есть подчинение, можно считать? Подчинение, вот, все органы существуют, де-юре, ну, вот, по-разному они выполняют свою функцию, понимаете. Где-то успешно, где-то не очень. Смотрите, вот, некоторые, вот, перед эфиром, и вот, неоднократно уже раньше, мне рассказывали историю о том, что, на самом деле, даже здесь, в Киеве, нет списка всех ценностей, которые находятся в музеях. То есть, по большому счету, до конца непонятно, что мы там даже в Крыму потеряли. Непонятно, что это на Донбассе мы потеряли. Вот, что касается, то есть, ну, это же нонсенс, почему мы не можем сделать единый каталог, почему этого не существует? Вы мне как археолог, скажите, вот в вашей сфере-то. Ну, но все же упирается, все же упирается в финансирование. Ну, представьте себе ситуацию, разве я бы отказался поехать сейчас на территорию Луганской области и провел соответствующую вот инвентаризацию или даже постановку на учет памятников археологии. Конечно, я не против, но, извините меня, кто будет оплачивать мой труд, кто будет оплачивать транспорт, кто будет оплачивать такие технические средства, как GPS-навигатор, например, чтобы можно было поставить нормальное поселение или стоянку, чтобы она высвечивала в гугл-мэпе, например. То есть, государство просто не финансирует подобные мероприятия и все. Ну, вот даже в музеях и то у нас нет списка, вот действительно ли в археологии тоже есть? Список есть, но вот до сих пор он из Киева, они до сих пор не идентифицируют, что-то в музеях пропало, что осталось? И какие ценности были в некоторых музеях? Ну, вы говорите про музеи, которые на территории... Ну, оккупированные, конечно. Ну, а что делать? Министерство культуры, насколько я помню, отдавало наказ еще весной 2014 года на том, чтобы эвакуировать фонды Луганское академическое музее. Но вот я уже неоднократно говорил, директор академическому музею, он по идейным соображениям проигнорировал, более того, там часть коллектива как бы выступила против. То есть, они настроены были решительно против этого. Ну, и все осталось там. Все осталось там. Но, насколько я знаю, в Донецком музее, вот я общался с коллегами, которые там остались, и которые выехали оттуда, именно сотрудники музея. И вроде бы ничего не пропало, кроме вот коллекции вот эта зоологическая, ну, зал природы пострадал во время бомбежки. Что касается Луганского краеведческого музея, то там только винтовка Мосина пропала, ее потом вернули. Вот это еще в мае, по-моему, было, или в июне 2014 года. И ходят слухи упорные, но не проверено пока что о том, что сейфовая комната вскрыта, и оттуда пропали некоторые вещи. Там в сейфовой комнате хранилась нумизматика ценная, альдина, медали, там, ну, самые ценные, вы понимаете. Самые ценные. Освобождение там Донбасса от хунты и прочее. Ну, Сергей, и вот я знаю, что вы вот непосредственно ездили и занимаетесь мониторингом того, что происходит. Вот как это происходит? Вы ездите на эти территории совместно вот с представителями Украинской Хельсинской группы, или вы отсюда наблюдаете? И какие последствия, результаты этого мониторинга, и результат-то какой? Что дальше с этим делать? Какие рекомендации? Смотрите, у нас была презентация в археологическом музее по результатам вот этой вот мониторинговой миссии. Идея, которую, собственно, предложила хельсинская группа, очень-очень хорошая, но на этом не стоит останавливаться. Ну, смотрите, мы выявили действительно повреждения на некоторых объектах археологии, зафиксировали их. Часть объектов мы не смогли посетить по той причине, что они заминированы. И какой сейчас статус у них, ну, неизвестно. То есть там в некоторых местах мы даже не смогли побывать, потому что там идут минные поля, растяжки и так далее. То есть там без специального сопровождения нельзя. Какие рекомендации? Рекомендации все те же. То есть провести хотя бы на той территории, что под контроль на Украине, тотальную инвентаризацию. Вот. По полномасштабному исследованию того, что там сохранилось. Для того, чтобы Украина знала, что она будет терять в случае, ну, не дай бог, какого-то, неизвестно какой ситуации. Ну, продолжение вооруженного. Да. Или наступление. Да. Наступление, ненаступление. Или бомбежек, например. Да, да просто это необходимо знать для того, чтобы, понимаете, банкиры знают, сколько у них денег за кромах лежит, а государство не знает, а сколько же у него, чем оно владеет вообще на самом деле. То есть вот это первоочередная задача. Вторая задача, ну, какова, ну, проведение какой-то разъяснительной работы среди местного населения, особенно среди фермеров, которые проводят сейчас активную такую обработку земли, вспахивают курганы, что нельзя делать. Вот, там у каждого кургана есть охранная зона. Они просто, многие знают, что курганы, но продолжают все делать. Многие не знают, потому что некоторые курганы уже выглядят, как небольшие схамления. Вот, проведение вот такой работы. Ну, и вообще создание какого-то органа на той территории, который вот контролировал бы данную ситуацию. Ну, у нас была еще мысль о том, чтобы обратиться к организации Blue Shield. Вот это... Что это за организация, расскажите, пожалуйста. Организация, которая занимается... Это Колубащит, да? Да, Голубойщит. Мониторингом, исследованием и защитой культурного наследия в зонах, приближенных к боевым действиям. По всему миру она занимается этим? Да, это вот по всему миру. Вот сейчас они там, я не знаю, как в Сирии, но вот в Ираке, в Афганистане и так далее, они довольно активы в Судане. Вот, они проводят свою работу. То есть они, опять же, занимаются просветительской деятельностью, ну и пытаются спасти то, что там разрушается или разворывается. Вот последняя, кстати, новость, опубликованная в The Telegraph, это то, что знаменитые Пальмиру в настоящий момент активно грабят россияне. То есть там бы, конечно, Blue Shield не помешал бы, это местное отделение. В Украине, насколько я понимаю, данная организация не зарегистрирована. То есть она как-то очень странна. То есть есть представители, которые говорят, что они являются руководителями Украинского блокидного щита. На самом деле, на сайте, вот, американском сайте, International, вот, как раз филиалы Blue Shield нет Украины. Не значится на официальном сайте. Не значится, да. В очереди стоит Россия, кстати, вот, на вступление в эту организацию. А Украина до сих пор не выполнила некоторые необходимые шаги для того, чтобы вот вступить в эту организацию. Там не подписала какие-то конвенции. Ну, вот такая вот ситуация. Вот то, что мы, в принципе, планировали. Мониторинг, инвентаризация, просветительская работа и Blue Shield. Ну, и вот России-то, я так понимаю, можем счет большой выставить потом, да? Не забыть, вот зафиксировать. Правильно я понимаю? Конечно. Потому что ведь, кроме там убитых, раненых, искалеченных, потери домов, я уже не говорю там, да, собственности, но вот еще и это тоже, наверное, нужно, да? То есть, существует ли какая-то вообще фиксация, что вот это было разрушено в результате, там, вот курган там страдал? То есть, тоже ничего это? Ну, мы-то не знаем. Мы про свою территорию можем говорить, что разрушено, что пострадало. На самом деле, ну, курганы, ну как? Верхушки их не пострадали, полы их пострадали. В некоторых случаях, возможно, даже погребения какие-то были нарушены. Вот даже мне мой знакомый, который под Зайцево воевал, ну, на нашей стороне, естественно, вот. Он звонил, сказал, что вот катакомбные культуры погребения у них вылезло, они как раз рыли окопы. Ну, спросил, что делать, я говорю, максимально сохрани это все дело, собери как-нибудь по частицам, и если можно, там, хотя бы такой планчик набросай, чтобы было ясно, где... Он археолог? Да, он археолог, который вот ушел воевать, вот недавно только вернулся, кстати, да, забыл про него сказать, Селесичанское, Иваницкий Владимир. Вот он даже там не потерял своих навыков. То есть курганы, они в основном, конечно, в основной массе не сильно пострадали. Поселения только там, где воронки образованы. Бомбежки. Да, и я не знаю, как тут оценка действует, какой счет можно выставить России. Ну, мы там и то, что на оккупированных территориях, и за Крым тоже, наверное, все соберем в большую такую... Ну, кто-то должен этим заниматься, я даже не знаю. Лично я этим не могу заниматься, потому что у меня нет таких повноважений. То есть я себе, конечно, в блокнотик записываю, как говорится, но... То, что вы им напишите, выставите, да? Вот, да. Я думаю, моего слова для них будет мало. Спасибо вам огромное. Спасибо, я хочу напомнить, что Сергей Тележенко был сегодня у нас в гостях. Мы, конечно, продолжаем наш совместный марафон с Украинской Хельсинской спилкой «Справлю Дыны». И Институт археологии Национальной Академии Наук представлял Сергей. Оставайтесь с нами. Буквально через 10 минут мы продолжаем наш марафон. Если у вас есть вопросы, пишите, пожалуйста, на официальную страничку Укрлайв, в Facebook или в других социальных сетях. Мы будем ждать ваших вопросов. Сергей, спасибо вам огромное. Спасибо вам. Всего доброго.